Всем привет! Вы на канале Захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. Привет, девчоночки! Ну вот и практически подошел мой последний десятый день на марафоне. Мне осталось только поужинать и снять на видео то, что я буду есть. Хочу сегодня поделиться своими впечатлениями от марафона. Надеюсь, что вы сделаете то же самое. Честно говоря, я думала, что эти 10 дней мне будет намного сложнее переносить, поскольку мы исключили хлеб и фрукты. Думала, что фрукты у меня практически, вы же видели, ежедневно присутствуют на завтраке фрукты или сухофрукты. Но, тем не менее, могу сказать, что, во-первых, время пролетело практически незаметно. Это раз. Второе. Я не чувствовала голода, кроме первого ужина. Кроме первого дня, когда я на ужин поменяла завтрак и ужин. В общем, на ужин у меня был творожок, а на завтрак у меня был омлет с грибами. В общем, этого я делать больше не буду. Но все остальные дни прошли, вот вы знаете, очень легко. И чувствовать я себя стала вот как-то вот, ну, легче. Вот, хотя, в принципе, я не могу сказать, что, ну, до этого там у меня был большой вес, как раньше. Но, тем не менее, тело подтянулось, лицо, на мой взгляд, как бы овал лица стал более выраженный. И я была такая довольная, когда через 7 дней марафона поделилась с девчонками на том канале, что, ой, у меня минус 3 килограмма 300 грамм. И они мне написали, знаете, что, что ты потеряла там 3 килограмма, а на лице прибавила 3 года. Но, я скажу так, я не согласна с ними, потому что я тоже вижу себя в зеркало. И мне намного нравится. Тем более, что, как бы, у меня лицо худело дольше всего. Как бы, ну, щечки у меня долгое-долгое время оставались. Поэтому, как бы, когда я вот, ну, себя снимаю, ну, там, до пояса, и многие мне писали, ой, такая упитанная тетя, и ты там нас еще учишь худеть. Но, сейчас вот я вижу, что и уже линия скул проявилась, и, как бы, подбородок, все вот эти вот шлифки полотенцем, маски, все это не прошло даром. По поводу животика, ну, я понимаю, что за 10 дней сделать его вот таким вот совершенно плоским, как бы я ни старалась, это невозможно, но могу сказать, что ушел он очень хорошо. У меня, к сожалению, нет сантиметра, чтобы сделать замер, и все никак не соберусь купить. Я дело в том, что не шью, и поэтому у меня никаких вот этих вот приспособлений, чтобы мерить, замерять, ничего нет. Но нужно будет приобрести его. Завтра взвешусь, посмотрю на результат, но я так думаю, что все-таки или около 4 килограмм ушло, или 4 килограмма, потому что примеряла там различные брючки. В общем, все, что как бы перед на меня было тык-впритык, или не застегивалась змейка, сейчас все великолепно застегивается. И я думаю, что килограмма 4, наверное, все-таки ушло. Спрашивали у меня, насколько часто можно повторять вот такой вот протеиновый марафон. Девчонки, я как бы не хочу пропагандировать какие-то вещи, которые могут повредить здоровью, поэтому, если уже есть такая необходимость, что это много нужно килограмм сбросить, такое можно практиковать не чаще одного раза в 3 месяца, потому что как бы протеиновая пища, она хоть и помогает очень быстро потерять вес, но идет нагрузка на пищеварительный тракт, на почки, на печень, поэтому лучше тише едешь и дальше будешь здоровеньким. Поэтому не повторяйте его там в следующем месяце максимум, что можно сделать, если там, ну, у вас результат не удовлетворил, и вы хотели бы там еще там пару-тройку килограмм сбросить, делайте там, ну, два дня в неделю протеиновых, и, опять же, хочу сказать, в эти протеиновые дни ешьте зеленый салат, ешьте пекинскую капусту, ешьте обычную молоденькую вот эту вот белокочанную капусту, чтобы у вас не было шпинат, можно добавлять вам, чтобы у вас не было голых протеинов, которые, ну, они вредные для здоровья, потому что, вспомните, я вам рассказывала, что если переизбыток протеина, потом протеин там перерабатывается в такие вещи, которые потом перерабатываются в сахар, сначала в сахар, а потом, короче говоря, идет переработка в жир, поэтому лучше не надо гробить здоровье и не надо себя, как бы, ну, напрягать вот такой вот пищей, лучше добавить больше спорта, походите, сейчас лето начнется, я надеюсь, что потеплеет и мы сможем ходить там, у кого речка, озеро, море, то можно будет заниматься плаванием и погода хорошая, можно гулять и утром, и вечером, если у кого там, ну, работа не позволяет, хотя бы вечером после работы, по возможности, две-три остановки проходите пешком, вот посмотрите, они, вот эти вот шаги, они вам очень помогут и вы даже, как бы, для себя незаметно увидите, что появится результат, значит, на следующие два дня сразу вас предупреждаю, потому что, не знаю, получится у меня сразу снять видео, ну, в принципе, там, ну, что, суп показывать завтра и послезавтра, то есть, одиннадцатый, двенадцатый день, ну, первый, второй день после марафона, я уже купила куриную грудку, ну, в общем, с косточкой, которая, и буду на вот этой куриной грудке сварю бульон и, не знаю, может быть, суп с вермишелькой или с гречкой, ну, в общем, что-то такое легкое, на завтрак, наверное, будет, скорее всего, или творожок с фруктами, я киви купила, бананы купила, ну, в общем, хочу фруктов уже, под конец марафона уже стало действительно такое желание появляться, потому что клубника продается, я дочке покупаю, она сидит ее и ест, а я слюни вот так текут, ну, как говорится, красота требует жертв, если бы уже поставила себе цель, то нужно идти до конца, так что, девчоночки, в принципе, ну, для меня лично этот марафон прошел легко, результат я вижу, как говорится, на лицо, кто бы там что мне на том канале не писал, но он заметен по всем параметрам, кожа на бедрах великолепно подтянулась, я делала упражнения, занималась в спортзале, спорт не пропускала никогда, единственное, что пропускала, это обертывание, но маски для лица, плюс вот эти вот все вещи, плюс массажер, все это у меня было, поэтому, как бы, эти 10 дней были посвящены мне, любимой, надеюсь, что вы делали то же самое, и для вас все это прошло так же легко и просто, с хорошим настроением, с такими бодрыми эмоциями, как и для меня, ну, а сейчас меню на последний 10 день. Ура, девчонки, у нас сегодня 10 день марафона, и мы это сделали, завтра утром взвешусь, и обязательно в видео расскажу мой результат, итак, завтрак у меня сегодня 120 грамм творожка, и половина баночки, ну, я думаю, здесь грамм 90, не больше, домашнего йогурта, столовая ложка овсяных отрубей и чашечка кофе. Всем желаю приятного аппетита и увидимся за обедом! Сегодня на обед у меня будет один куриный беточек, весом уже в готовом виде 150 грамм, здесь только белая куриная грудка перекрученная, лук и укроп, ну, добавила немножко соли, жарила на сковороде, смазала кисточкой маслом и под крышечкой с обеих сторон поджарила. Затем овощная часть у меня получилась в 200 грамм, это помидор-огурец и порезала немного сыра моцареллы, ну, и отваренная цветная капуста, и заварила вот такой вот чай, это каркаде и малинка. Всем приятного аппетита и встретимся за ужином! Итак, наступил последний ужин нашего марафона. У меня сегодня на ужин будет вторая часть запеканки. Если кто не смотрел, рецепт находится в девятом дне марафона. Знаете, она вкусная как в теплом, так и в холодном виде. Я достала из холодильника, и она у меня нагрелась комнатной температуры, попробовала, вон там, видите, немножко отгрызла и решила даже в микроволновку не ставить. Великолепно! Как раз в такую летнюю погоду замечательно, горячего ничего не хочется. Ну и салатик. Салат порезала. Один помидор и небольшую часть огурца. Честно говоря, девочки, не взвесила. В общем, смотрите, пол тарелки запеканки, пол тарелки овощей. В овощи не добавляла ни масла, ничего. Ну и заварю сейчас вот такой вот чай для улучшения пищеварения. Все, мои хорошие, всех поздравляю с окончанием марафона. Завтра все бежим на весы и дружненько пишем в комментариях, кто насколько похудел, было ли сложно, или было нормально, или было легко. Ну, в общем, жду от вас обратной связи. Ну, от меня, как всегда, тоже будет отчет. Все, целую, обнимаю и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok